Мы сегодня с вами продолжаем играть The Last of Us 2 или The Last of Us Part 2 или часть вторая, как удобнее. Всем здрасте, и я хочу вам кое-что еще показать. Сразу же. Слёту, а не, подожди, не слёту. Сейчас мне нужно кое-что изменить. И практически слёту покажу. Пока усаживайтесь поудобнее. Всем хорошего настроения. Так, сейчас, секунду. Отлично. Всё у нас больше ничего не ломается. Всё нормально работает. Всё хорошо. Всё здорово. Всё супер-купер-купер-группер-вупер. Пошли-поехали смотреть. Значит, смотрите. Вот она, ещё одна следующая платина. Она у меня есть в стиме. Разработчикам просто огромнейший респект. Они выдали мне игру в стиме, чтобы я её на релизе постримил. Я её на релизе не постримил, потому что я подумал, блин, а в ней же есть плашка на плойке. И, короче, начали общаться с издательством. Начали общаться. Я говорю, типа, сорян, ребят, я взял ключ, сразу активировал. Я дурачок. Простите меня, пожалуйста, но выдайте мне, пожалуйста, ключ ещё на плойку, потому что я бью плашки. И они, короче, долго-долго думали, долго думали. И в конечном счёте сегодня мне написали, вот буквально перед стримом, такие, типа, го, выбивать вам следующую плашку. И дают мне ключ на ретро-машина PS4. Прям огромный респект. Спасибо огромное. Прям очень-очень-очень приятно. Так что это... Это одна из следующих платин. Могу спасибо огромное сказать ещё отдельно Алисе, с которой вот общались, девушка. Она для меня выбивала этот ключик. И даже со Стима не забрали, что прям вообще, типа, удивительно. Хотя я, ну, я был готов, она мне там особо-то и не надо. Жалко, конечно, что я его активировал, так бы я им вернул. Ну вот, ребятам огромное спасибо и респект. Помните эту игрушку, правильно? Мы смотрели, и она нам очень сильно понравилась. Так вот, плашка есть. Какой-то платину будем бить. Круто. Очень круто. У меня прям настроение сразу плюс 3000 от такого подхода. Огромное им спасибо. Так, но сейчас не ретро-машина. Не ретро. Сейчас ретро The Last of Us Part 2. Part 2. Ring English. Ingrussский язык. Или рунглический язык. Вот. Last of Us. Ребята. Ребята. Мы в середине игры, по сути. Ну, потому что сейчас action никакого не будет. Сейчас часто очень много болтовни и прочего. И вот за этой болтовнёй как раз серединка игры-то и начнётся. Так что, грубо говоря, половину прошли. Обалдеть. Смотри, какие потери. Мел, не говори. Ладно. Вы понимаете, это потери в войне со шрамами. Вы посмотрите. А вы говорите, типа, как же тупо, что они не убили всех, всех, кто там был с Джоэлом. Ну да, им очень сильно нужна ещё одна война, ребят. Просто невероятно нужна ещё одна война. Как бы их охренительно встречали. С какими бы почестями это делали. Кристин, привет. Вот чёрт. Это Дэнни. Где Ован? Не знаю. Несколько дней назад наши обнаружили шрамов у причала. Дэнни и Оуэны послали на зачистку. Сегодня утром охрана нашла Дэнни у границы периметра. Он доковылял сюда. С пулей в животе. Чёртовы шрамы, хэздепута! Айзек успел с ним поговорить, но... Насколько я знаю, больше туда никого не посылали. Ну а Оуэн? Ты спросила Айзека, что случилось? Я пыталась. Но он так на меня посмотрел и сказал, чтобы я помалкивала. И вы тоже молчите. Оуэн большой мальчик. Уверен, он в порядке. Уверен, он был в жилых помещениях. Хорошо, я посмотрю, как Мэл, а вы... Расскажите, что узнали. Да. Сейчас, Ариан, я забыл включить оплодяжки. Стабильненько. Брын-брын, да, те были. Сейчас ещё будут. Всё, пожалуй. Пожалуй, теперь всё. Да уж. Почему Айзек не послал поисковый отряд за Оуэн? Может, послал, только не сказал Нори. Ну, надеюсь. Нам нужен Айзек. Он внутри. Проходите. Спасибо. Надо же, кто пожаловал. Здорово. Сыграешь с нами? Не могу. Я Кайзек. Эш деловой. Я не знаю, что круче. На Южную Каролину. Ну-ну. Увидимся. Айзек, я потратил три дня, но всё-таки расколол пленного номер 74. Если он не лжёт, то Южный берег будет оптимальным вариантом. Оставляю тебе карту с отмеченным местом. Надо как можно скорее отправить туда разведчиков. Но у меня такое ощущение, что он рассказал не всё. Надо поработать ещё несколько дней. Сержант Фостера. По этому месту я не скучаю. Чёрт. Ненавижу этот запах. После того, что было утром, я бы устроила им допрос с пристрастием. Понимаю. Привет, Эбби. Нам надо наверх. Айзек там. А. Не знаешь, надолго? Велел позвать, как вы придёте. Пошли. Пошли. Сэр, прибыли Эбби и Мэни. Не давайте ему уснуть. Есть, сэр. Идёмте. Мне сказали, вы вязали сбой. С нашей стороны потерь нет. Только раненые. Врагу повезло меньше. Почаще бы так было. Впервые вижу столько бойцов. Завтра будет больше. Ещё не все подошли. А что происходит? Мы больше не можем воевать, как сейчас. Тогда как? Можно заключить перемирие. Но опять какой-нибудь урод с их стороны или с нашей стороны всё запорит. Нет. Надо убрать их всех. Сэр, мы пробовали атаковать их Остер. Но не так. Не все вместе. Через пару дней будет буря. Она послужит нам прикрытием. Вы двое поведёте Авангард. Подберите бойцов. Подготовьтесь. Я с ООНом. Когда они с Дэни вернутся? Кто сказал, Нора? У ребят из Солт-Лейк-Сити друг от друга секретов нет. ООН в порядке? Да вроде бы. Тогда почему никого не послали на поиски? Он стрелял в Дэни. Чтобы защитить какого-то шрама. Это чушь. Не понял? Тебя обманули. Этого не может быть. То есть Дэни потратил последние силы, чтобы соврать мне? Сэр, если люди узнают, ему не жить. Как только увидят, пристрелят на месте. Тогда советую об этом не трепаться. Отправь меня. Я его разыщу, и мы разберемся. Но ты сказал, Доборь еще два... Второй попытки не будет. И это важнее любого из нас. Уж точно важнее ООНа. Если он объявится, ладно. Я его выслушаю. Разберемся, что к чему. Ты мне нужна, Эбби. Ясно? Да. Ясно. Хорошо. Посмотри карты и собери отряд. Сходи поешь. Потом поговорим. Не мог он убить Дэнни из-за какого-то шрама. Правда? Что? Нет. Эбби. Нет. Я вернусь к утру. Придумай какую-нибудь отмазку. Айзекс тебя шкуру сдерет. Не перед штурмом же. Он сам сказал, я нужна. Если Оуэн вообще жив, где ты собираешься его искать? Я знаю где. Перестань. Я тебя прибью. Что? Ну правда, Оуэн, хватит. Ну ладно. Тогда иди сюда. Вместе полюбуемся пейзажем. Я вижу. Красиво. Эбби. Мы забрались на такую верхотуру, и ты струсила на последних двух шагах? Да. Да. Уговор был до сюда. Вот. А. Давай вот как. Либо ты сейчас сядешь здесь, со мной на краю, либо вот сюда, на детское сиденье, и мы насладимся видом. А как же тренировка? Серьезно? Серьезно? Ты что, не можешь один раз пропустить? Нет. Давай это обсудим. Уже темнеет. Да? Ладно. Стой! Ты что, сдурел? Тут высоко! Боже мой! Знаешь, Эбби, я больше не могу так жить дальше. Оуэн, я серьезно. Или мы расстаемся. Оуэн. Я всегда тебя любил. Нет! Оуэн! Оуэн! Эбби! Я внизу, тупица! Прыгнула? А я не видел. Думала, ты утонул. И решила меня спасти? Нет. Удостовериться, что утонул. Я нашел кое-что потрясное. Что? Придется тебе плыть за мной, чтобы увидеть. Да, крутой же момент. Показывает, между прочим, что Эбби может через свои страхи пройти ради родных, ради дорогих ей людей. Если постоянно приходить с опозданием, это же неуважение. А что они сделают? Вышвырнуть несчастных ЦК, в котором некуда идти? А если да, не хочу выяснять. Ты должна это увидеть. Шериф, поздравляю, поздравляю. Круто, когда вкусы сейчас совпадают с детскими воспоминаниями. что это за место? Не знаю. Поплыли дальше? А то. так локация. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Театр для рыб По-моему даже кайфовый момент Как думаешь, лодку задействовали в шоу? Не, похоже, кто-то устроил тут причал на скорую руку Хочешь глянуть? Сейчас, дожди Мы ничего не пропустили Выкинуть Драгнет Здесь детские вещи Тут была целая семья Какие рисунки? Интересно, что с ними стало? Может, ушли к псам? Ага, или их убили шрам Оптимист Ладно, лодку осмотрели Хочешь посмотреть, что тут еще есть? Думаешь, тут есть еще что-то? Конечно Идем А она, кстати, наверх Не могла залезть Эбби потеряла массу Эбби потеряла массу Потому что это действие Трехлетней давности Набирать массу Она будет позже Думаешь, сможешь пролезть? Помоги залезть Еще Прошу прощения Давай Да, сейчас Охренеть Выдаешь? Вчера выжило 85 килов Понятно Итак Мы быстро осмотримся А потом Пойдем обратно Подохли Наверное Какой-нибудь из них Выходит в океан? Боже мой Ого Такое нечасто увидишь Смотри Пятен нет Видишь? Ну, тот был Не из бронзы Так что Какой толщины Это стекло? Это Резервуар В полу Представляешь Как здесь было раньше? Толпы людей Детский смех Отцу бы здесь понравилось Ага Он бы просто свихнул Думаешь, это та семья с лодки? Скорее всего, да Дети, если вы найдете эту записку Знайте Я вас не виню Эти серафиты умеют убеждать Я понимаю, почему вы решили Что с ними вам будет лучше В лодке есть пища И вода Берите ее И уплывайте Я понимаю, что слишком сильно вас опекал Но я хотел вам обоим только добра Надеюсь, вы это понимаете Я не смог найти антибиотики Я хочу, чтобы вы оба знали Я вас люблю Рики, присматривай за Максом Теперь это твоя обязанность Папа Это будет моя хата И точка Жду в гости Ах, вот как? Хотя вообще нет Посмотрим на твое поведение Козлина ты Начало так себе Да, очень красиво Вообще, конечно, не должен Сильно слышен вам быть Он резкий звук Он должен Вычищаться Но если не вычищается Вы простите Место Макса Заперто Наверх хочу Посмотреть, что там Надо будет позвать сюда остальных Правильно Сделаем мы из них нарушителей Считаешь, оно того не стоит? Посмотрим, чем нам это аукнется Когда вернемся Ха Нравится? Ну тебе Можешь сказать мне Он Ты был прав Спасибо, что ты Еще мне Такое место Я подумаю Не готов Очень хорошо Что вы уважаете Своего отца Но вы должны понять Что он Подавляет вас Он заставляет вас Чувствовать себя Детьми Потому что сам Боится быть мужчиной Ты заслуживаешь Того, чтобы жить Среди людей С такой же сильной волей Как у тебя самого Макс Тем более Он очень впечатлителен Если тебе Не безразлична Судьба брата Ты заберешь его Секунду До того Как он заразится Трусостью Твоего отца Мы будем проплывать Мимо океанариума Через пять дней Если вы все-таки Решите пойти к нам Зажгите факел Чтобы Мы смогли Причалить Да направить тебя На Тоже шрамы Вербуют Шериф Огромное тебе спасибо За поддержку За сто рублей Спасибо Жалко Не воспользовался Эквестиком Жалко Не воспользовался Возможность сообщения Хотя бы отправить Но все равно Огромное спасибо О боже Как это грустно Кобздец Он так умер Видимо жена Сразу умерла Там как-то А он Он оберегал Детей Растил их А потом Пришли шрамы И забрали Их у него Но даже В таком случае Он их не винил Никак Думаешь Это наш капитан? Черт Пап Я забираю Макса Он Не может Провести всю жизнь В этих гнилых Руинах Идея Идя на поводу У твоей трусости Когда солдаты Убивали маму Ты просто стоял И смотрел Это разве Пример для нас Ты должен был Рассердиться Должен был Вспомнить им Вломить им так Чтобы они Пожалели Что тронули маму Я хочу Чтобы Макс Увидел Как это Когда люди Готовы бороться За свои желания За то Чтобы изменить Свою жизнь Мир суров Но исправить Это можем Только мы Сами Только в слабости Я проявляю Подлинную силу Может быть Когда-нибудь Мы вернемся Надеюсь Мы не застанем Тебя сидящим На этом дурацком Столе Они еще И обвинили Отца В трусость Нападил На них Получается Оставил бы Детей И вообще Без Родителей Иногда Дети Конечно Мозгами Обделенными Вырастают Что Печально Боже Ну Зато Мы нашли Ключи Ты с ума Сошел? Они ему Уже Не нужны Не понимаю Почему люди Добровольно Уходят К шрамам А что? Это же Культ психов Вот что А в зонах Люди считают Цикад террористами Фанатиками Мы были Глупыми А не Фанатиками Мы взрывали Посты И убивали Солдат Это Это Другое Это Я к тому Не вздумай Говорить Такое На стадионе Ладно Ну Ладно Ладно Ну Он Опять же Говорит Правильные Вещи У каждого Своя Правда Все Зависит От того С какой Стороны Ты На нее Смотришь Я не согласен Любитель Кошек Собак Хэбби Как раз Очень разумно К своей цели Подошла Откроешь Ключи у тебя Ох да Этот Не Может Есть Черт Сколько Времени Он Все Это Рисовал Приключения В Открытом Океане Ты что Хочешь Спуститься Туда Давай Последнее Обещаю Последнее Только Не Смотри Вниз Иди Нормально Посмотри Повидать бы Этого Парня Слушай Но он Вечером Может Уже Повидал О господи Надеюсь Что Нет Прикольно Крепкий У тебя Форт Макс Сразу Видно Мастера Ого Эй Заходи Назови пароль Ого Да Видишь Я же говорил Они пятнистые Да 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 Мне притормозить? Нет. Из-за этого? Из-за этого, да? Тебе ведь противно. Ну, Жэп. Прости. Не стоит. Поговори. Я знаю, что зацепок не осталось. Но... Но, Джоэл, где-то там, понимаешь? Понимаю. Что я могу сделать? Давай вернёмся. Потренируемся. Да, иди. А ты что? Побуду ещё немного с теленями. Прости. Я тебе уже говорил. Не стоит. А если Оуна там нет? Он там. Надо уходить с крыши, пока нас не засекли. Вот насколько она была одержима. Нет. Мы не знаем, что там было. Надо его найти. Ну, то есть... Если он правда убил Дэнни. Нахер, Дэнни. Я бы его грохнула, но Оуан меня опередит. Ты чего, Эбби? На самом деле, я всё равно не понимаю, ну и на кой чёрт он ушёл. По-моему, не особо, значит, и любил. И я считаю его не то, чтобы... Не то, чтобы эталонам мужчины. Хотя до этого его именно такими показывали. Я считаю, если любишь человека, то ты любишь... Так вот, я считаю, что если любишь человека, то ты любишь и его одержимость. И одержимости. И минусы, и плюсы. Абсолютно всё. Подчёркиваю, не хочешь выбыть в океанариуме, а любишь. Это типа разные вещи, понимаете, да? Потому что если ты хочешь человека выебать в океанариуме, то у тебя до пизды, до её одержимости. До его одержимости. И если тебе отказывают из-за того, что одержимость перегибает, палку разумности, ты такой, ну ладно, я пойду выебу кого-нибудь другого. Даже если он перегибает... Кто он? Человек одержимостью своей? Да. Потому что вы в любви, мне кажется, должны соединяться эмоционально. Вы должны разделять всё. Вы должны понимать друг друга. Он должен был настолько понять её боль, раз он любит её, что чуть ли не сам быть одержим этим. Помочь ей справиться с этим. Не помочь отойти от мысли, пока вы жахаетесь в океанариуме. Опять же, разные вещи. Давайте ещё немножко пообсуждаем модераторов, хорошо? Следующее подобное решение с твоей стороны Бека, бан. Вот, поэтому я не считаю его эталонным мужчиной, но он... Вы должны сейчас понять, не Джоэл. В возрасте. Я в его, допустим, тоже очень много... Ну, очень моложе был, чем он даже поступал гадко. И гадко, и паршиво. Но опять же, я не любил. Вот я когда полюбил... Для меня приоритеты стали важные. Ну, открытые они очевидны стали. Короче, такое. Это моё мнение. Можете быть не согласны. Скорее всего, устал от того, что я больше заняты местью, чем готовы жить дальше. Короче, он хотел пойти на следующий шаг, а она нет. Так это не следующий шаг, а то хер забить. Я тебе ещё раз говорю. Это одержимость мести не за то, что тебе нагадили в еду, а за то, что отца убили. Это разные вещи, извините. Да ещё и в таком мире, в окружении таких людей, это абсолютно разные вещи. И его готовность никого не должна ебать. Он готов, пусть идёт. Так и получилось. Про это и рассказывает. Я ещё раз повторяюсь. Именно из-за этого, мне кажется, что он не любил её. Влюблённый, может быть, был. Привык, может быть, к её компании, да. Но это не любовь. Когда ты там какие-то следующие шаги для жизни придумываешь, которые кардинально отличаются от мыслей и желаний человека, которого ты любишь, с которым ты хочешь быть. Следующий шаг, он должен быть общий. Вы же, блядь, вместе идёте по жизни, а не ты идёшь, нахуй тащишь кого-то. Или кто-то идёт и тебя тащит. Вот он готов, он прыгает. Ну, охуенно. А если я сейчас буду готов, блядь, к следующему этапу своей жизни, поехать жить в лес? Что, я потащу с собой Еву? Или она должна это понять резко и поехать со мной в лес? Это же брюк, эй, я не прочитал. Это твоя хата? Сколько у тебя тут таких траходромов? Вы успели прочитать? Не говорю по-английски, говорит. Может, мы не с той стороны смотрим, что если и обе с ним рассталась? Я не помню уже кто, но даже если она, то опять же понятно почему. Спасибо. За это? Да, и за всё остальное. Ты надёжный друг. Ха, перестанем. А то и не совладают эмоции. Вроде никого. Давай. Отмотка, отвечай, позволяю прочитать всё. Вот опять же, тупо Эбби прочитала, она успела. Пожелаю удачи. Найдёшь его, сильно не лупи. Постараюсь. Серьёзно, будь осторожна. Пока. Так, а вот теперь мне интересно. Если я сюда зайду. Просто иди назад. Включая его, не вывая, письма его не будет. Скорость перевешения в режиме слуха. Чёткость режима слуха. Так, повышение запаса здоровья. Ну давай вот этот бой будем докачивать. Хочу повысить запас здоровья себе. Противники, обнаруженные в режиме слуха, будут отображаться чётче, чтобы обнаружить совсем не противник. Понятно. Не уверен, что там 30 метров. Всё-таки пройдёмся. Вроде нормально всё. Всё-таки пройдёмся. С Айзеком, с шмотом, который вот накрафтила. Именно с той, с этой дубинкой. Именно с таким пистолетом, у которого сзади, если вы присмотритесь, торчит наша модификация. Из кобуры. Видите? Пламегас. Ну это прикольно. В итоге они обе из-за мести потеряли всё. Но Эбби потеряла не из-за мести. Славно. То, что нам так и не показали, что ответил... Что бы ответил отец Эбби, когда у него спросили, типа, будь это Эбби, как бы ты поступил. Он только собирался ответить, и нам переложили всё это дело на плечи самой главной героини. Ах, что это за вонь? Свежий. Друзья мои, простите, что я вас подвёл. Спасаясь от отряда псов, я наткнулся на группу демонов. Они застали меня врасплох. Милостью пророчиться я умру раньше, чем скверно охватит моё тело и лишит меня чувств. Теперь я, как никогда, понимаю праведность нашего пути и нечестивость заблудших псов. Я умираю с улыбкой, зная, что сыграл свою скромную роль в очищении нашего вида и нашего мира. Если вы найдёте меня, сожгите мои останки и прочитайте над ними её слова. Генри. Слушайте, а... Можешь гнить тут. Так, я помню Макса из тех пацанов в океанариуме. Одного зовут Макса, а брата его, как зовут, я не помню. Городской воин, тактика, приём ближнего боя. Так, ну окей, чё можем делать теперь? Новая ветка модификации, ближний бой. Убивая врага мощным ударом, ваша следующая атака в рукопашные, приведённая в течение короткого времени, также станет мощным ударом. Нихера себе, можно прям раскидывать с руки всех. Эби в ярости. Изготовление более эффективных аптечек, повышение устойчивых источников специальных движений, ускорение использования аптечек, кайфовое тоже умение, продление действия способностей, инерция. Так, ну, нам сейчас очень долго играть за Эби, я думаю, мы вкачаем. Мы, по сути, вот на вторую половину игры вошли. И практически, практически, подчёркиваю, вся она будет именно за Эби. Прочитал это письмо, прикольненько. Ну, какая. Ля, какая. Послать, значит, ну, в этом секс-тишки. Ну, всё, Ася, теперь у нас более подкованней в этих вопросах, чем мы. Угу. Да, не зря, отлично Баблинская, как много баблинского там лежит Северная Дакота, 1889 Эбби, кстати, вся в любви к отцу построена В ее даже геймплее Коррекционные предметы, которые он собирает Эти монеты, это же не ее страсть Это страсть отца И она теперь их собирает, потому что он это делал В таких мелочах она и строится И максимально правильно работает Я не понимаю до сих пор, почему ее ругают и не любят Нет, ну ты изначально понимал До знакомства Ну и после знакомства Все максимально ясно стало, нет? Начало хорошее Ну да, как и так Ну, мистер Марк, я же говорю, изначально да Ну я тоже изначально ее ненавидел Но после знакомства, почему не проникнулись Многие Еще и зачастую я слышу Округают ее мотивацию Как говорят о том, как все складненько получается у Дракмана Удивительно было бы, ребята, если бы, блядь, сюжеты в произведениях и фильмах были бы не складными Удивительно это было бы, если бы они не складывались Потому что, если бы они не складывались, вы бы кричали Че за артхаус, пиздец Просто намешанная каша Никакой концепции и конструктивы Все просто происходит И непонятно почему Что за, блядь, критика Ой, как сложилось Ну, конечно, сложилось Это же сюжет Над ним думали Его собирали как мозаику Чтобы все сложилось Ребята, блядь Ау Я успею до заката Так, ну Лучше поспешить до заката Да-да-да, поспешишь до заката Мне кажется, нам можно будет туда пройти Смотри Вон туда В защель В защелье А, или сюда и надо Какого черта О, вот опять она Я, кстати, совсем забыл Что там со шрамами В конечном счете Вообще, все, что ближе к финалу Я забыл Да, монтирую Да, монтирую А еще Сегодня, когда иногда 32 гигабайта Для игры требуется максимально Тебе и 64 В край хватает Когда ты стримишь В какую-то игру с ПК Без стримерского ПК Под мечу Под мечу, пожалуй Донаправить тебя Она Донаправить тебя Она понимание Мне хочется все время Добавить отца понимания Отец понимания И в голове Мне получается Донаправит тебя Она понимание Ты заметил, как Дракман Передавал эмоциональное состояние Или через погоду Нет На такое я редко замечаю Обращаю внимание Я такое Я такое люблю Только В каких-то Кульминационных моментах Когда Происходит финал Показывается финал Точнее Или В очертаниях На эти драмы Когда начало Середина Конец Разделяется на Три Погодных ветки В драмах Очень часто Такой прием Используется Допустим Допустим В хэви рейн Начало Солнечное Солнышко Лучистое Потом Туманно А потом Облачно Точнее А потом Нонстопом Дожди В фильмах Очень часто Тоже Такое люблю Но никогда Погода Отражается На Погода Отражается Отражается На Точнее Когда Эмоции Персонажа Отражаются На Погоде Я Такое Не люблю И Стараюсь Не замечать Не в Книжках Вот Это Вот Блядь Любимая Великий Русский Писатель Чтобы Показать Что Героя Плохо Натянул Небо Багрянцем И Ебанул Туда Пару Молнии Ты думаешь Нет Он Просто Писал Дождь Ну Понятное Дело Что Погода Задает Какие-то Настроения И Поэтому Я Люблю Это Моё Личное Моё Личное Моя Личная Любовь Моё Личное Предпочтение Когда В произведениях Максимум Три Деления Погоды Делятся Начало Сердина Конец Ничего Вот Более Сложного Я Не Воспринимаю Мой Мозг Не Способен Воспринимать Подобное Поэтому Я люблю Да Когда Там Условно Финал Если Грустный То Либо Это Ночью Пробивается Тема О том Что Дождь Заебись И Это Кайфово И Под конец Идет Дождик И Люди Улыбаются Прыгают По лужам Ну то есть Я люблю Когда Вот Идет Начало Середина Конец Либо Начало Конец Под погоду А все остальное Либо Когда Погода Играет На сюжет Когда Это важно Для сюжета Для его Толчка Вот А когда Нон Стопом Что-то Меняется И подстраивается Под настроение Персонажа Я Не воспринимаю Не то что Не люблю Я Не воспринимаю Не замечаю Просто Мой мост Не замечает Чище Будь Все Да все Не все Получается Рано Громко Охеренно Это все Вот Короче Вы понимаете Я думаю Да За дверь Так Давай Заточки Сделаем Давай Сделаем Еще Так Будем Собирать Для Птечек Или Для Птечек Для Или Тоже Всякое Птечек опять же не ясно куда идти но сначала сходим сюда тогда очень много в том магазин так что и 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 личку потом смотреть так задержка дыхания 3 при прицеливании дальность режима слуха еще девяточку и о курс выживания превести 25 модификации игрока супер еще девяточкой повышим повысим запас здоровья дошлились не не так стопы не пошел отсюда мне сюда рано я сюда не хочу пока или не рано или туда и надо вот пойди пойми блин неизвестно сейчас куда-нибудь уйду и попущу место это же тут стопи цов от драмера спасибо большое ну походу нам туда и надо как же нам туда залезть мы отсюда прыгать будем я понял ну что ж ладно тогда пошли а а Продолжение следует... Блин, на это заточки уходит, очень плохо. Так что нам стопудово заточить, заточки надо будет пилить. Бой, извини, что меня здесь не было, когда ты вернулся. Такое чувство, что тут бомба взорвалась. Видимо, кто-то стукнул в Федра насчет наших делишек с пайками. Держу пари, это было от Азмию Кадзяо. Мне удалось кое-что припрятать, но боюсь, наши деловые партнеры будут недовольны, что груз ушел. Припасы в сейфе, код 689689. Ищи меня в другом убежище, пора обдумать стратегию отхода, береги себя. Я уже брал этот сундук, этот сейф забирал, так что не паримся. Опа, еще одна ачивка, пропускаемая. Реликвия магов. О, господи, блядь, обосрался я, ебаный стыд. Молочай, господи. У меня аж трясти, меня аж трясти на чего, как я боссался сейчас. Фух. На. На, китайский фарфон. На. 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 Слон в посудной лавке, вот здесь вот ачивка должна была быть. Но она почему-то перекочевала в спайдермен Майлз Моралес. Да, кольцо дрейки находили. Ох, да. Есть ачивка за поиски всех пушек, кстати. Ну, не говорил он, да, по-моему. Нажимает количество обоим, количество патронов в двух ствол увеличить. Да, шикарно получилось, по-моему. Не хотел я этого делать на настика. Настика. Получай с тика. Не. А это стекло нельзя разбить, да? Неприветственно, неприветливое место. Не нравится мне тут. Тут посетители злые какие-то, даебываются постоянно на каждом шагу. Так, ладно, а теперь ты куда? Сюда, наверное. Врата мучника. Какая-то ли молотова? Орна будет, если я сейчас кто-нибудь запрет здесь. Пророчица моя, прошу тебя, даруй, молю, даруй мне. Может быть, я хочу невозможного, но прошу тебя, благослови псов прозрением, мудростью и любовью, чтобы они смогли отринуть свою гордыню и сложить оружие. Даруй нам мир. Я повторюсь, зачеркивать надо так, чтобы никто не смог прочитать. Уеба. Ну, было, конечно, добавить это. Пророчица, даруй своим детям благополучие и силы, чтобы очистить этот мир от скверны и начать все заново. Ты о многом просишь. Пророчица, даруй старейшину мудрость выдать меня за Эдмунда. Он сильный и умелый. Нежный и добрый. Я хочу носить его детей. Кому-то захотелось любви. Кому-то захотелось любви. Слушайте, а вы видите это вообще? Почему? Какого хрена? Вот здесь нам дают прочитать и потом услышать только комментарии Эбби. А когда ты играешь за Элли, тебе сначала пичкают комментариями их, а потом ты уже читаешь. Вот здесь все правильно сделали. Странно. Пророчица, я хочу вернуться на охоту. Молю тебя, даруй мне сильного и быстрого коня, новое седло и обздичку. Она же не джин, чувак. Пророчица, мои нужды просты и скромны, но я неловкий и неумелый. Я не могу ни ковать, ни чинить, ни строить. Молю тебя, даруй мне мастерство, чтобы приносить пользу деревне и быть достойным ее жителем. Пророчица и хороший солдат, я уже освободил двух псов во имя твое. Я отправлю к тебе еще многих. Даруй мне честь дожить до часа, когда спасение твое придет в эту землю. Если ты смелый, ловкий и умелый... Так вот, если ты смелый, ловкий и умелый... Сам так даст, сука, детишек, делай ей. Видимо, так они живут. Кэм, спасибо за записку. Знал бы ты, как я по тебе соскучилась. Кстати, я все еще охраняю эту их пророчицу. Я тебе не рассказывала, но в прошлую смену я с ней говорила. Я спросила, зачем она это делает, почему не прикажет своим людям сложить оружие. Сперва она стала нести обычный шрамовский бред, типа мы слишком зависим от машины, должны вернуться к природе. Но потом признала, что сама не хочет войны. Она сказала, что эпидемия это как бы звонок будильника. Но он разбудил не всех, ну или что-то вроде. Мне было очень интересно, но тут пришел этот придурок Льюис и дал мне по шее за разговоры с пленной. А когда он стал орать на нее, она лишь улыбнулась ему в ответ. И даже когда охрана била ее и заталкивала в камеру, она спокойно улыбалась. Это было жутко. Все говорят, что она чокнутая, но вот что... Я скажу. Кажется, я начала понимать, о чем она говорит. Да, эти ее шрамы, конченые психи, а вот в ней самой действительно что-то есть. Говорят, ее собираются перевезти в более надежное место. Встретимся дома, береги себя. Салли. Ты превратила сумасшедшую в мученицу. Пушки-то второй. А, нет, у меня же есть вторая пушка, лол. Че это я забыл совсем? Так, ладно, давай сготовим глушак. Стелс, загореби, все дела. Так, ладно. Ой, хорошо. Так, ладно. Так, ладно. Так. Так, ладно. Теперь, я ушgon, который подходит в опустии. я был так близок вот тоже смотри типа покрашено место где могу забраться до хотя нет муха за короче похоже на то по крайней мере был так я последний раз первый и последний раз делаю предупреждение дальше будут баны свою нетерпимость свои хохмы и юмор по поводу всех запретных тем так скажем даже завуалирована оставьте себе и себе подобным шутите с самим собой или себе подобными здесь над этим юмором не смеются его не приветствуют это не смешно считается тут а еще за это мы будем банить потому что иначе нас могут за это забанить так что все свои хохоньки хохоньки оставьте при себе хорошо раз-два-три-четыре-пять-пять человек еще не видно было стал собей но земли псов еще безотратнее чем я думал как здесь вообще хоть кто-то мог жить сука кто меня замечал все это время я не понимаю ладно проверю ка я этот пистолет там второй стрелок что ли есть я только одного видел да там второй стрелок есть ты шьёптую налево давай-давай-давай покажись это и и и и и и и и и Да еб твою налево, как бздец. Где второй стрелок-то? Да еб твою налево. Сука. Да еб твою налево. Сейчас увидел. Так, еще одна аптечка. Я говорю, игра меня без лута не оставляет вообще. Так, я считаю, что это вторая моя вторая драка. Вторая моя плохая драка, точнее. Можно было гораздо-гораздо лучше. Хорошо. Гораздо лучше можно было. Так. Так. Стреляли оттуда, сверху. Нужен быть проход через этот дом. Так. Так. За или плохую прошли, теперь за или плохую прошли. Остальные все будут топовыми. Посмотрим. Спасибо за веру такую. Конечно. Так. Но здесь вроде лута нету никакого. шли в дом. Что такое ощущение, что у Эбби оружие гораздо-гораздо слабее. Слабее. Урон очень маленький. У нее за винтовку тут вот этот пистолет, который шатает. А ее вот эта винтовка, она скорострельная, но при этом она не шатает в тело, только в голову. Ну, это плюс вот этот пистолет, как сделать, два раза в тело и один раз в голову выстрелил, чтобы убить. Ну, то есть, мне кажется, если тебя в голову попало, я бы, конечно, сразу убил, но все равно два раза в тело. Хотя тот пистолет, по-моему, такой же был. Только не говори, что ты нарвался на них. Это же непрокаченное оружие. Да, ну, тут на этих пушках нет, по-моему, покачки урона. Что самое удивительное. А, да? Да. Все, на этих четыре будет, а не три. Можно собирать резы. Ваще, как же я закидываю патриками. Какой-то тут, чтобы не할陣. Такой. Бедом. Такой-то тут. Такой-то здесь подождует. Убор-то тут. На этих птиц. Такой-то тут. Такой-то тут. Такой-то тут кто-то будет promise. Такой-то тут. Какая-то тут. подскажи чат досмотрел тихое место фильм блин вот мы хотим 2 сейчас очень все хвалят кстати мы первые такие смотрели я вчера посмотрел наконец 13 воин наконец-то его хоть куда-то добавили его добавили на кинопоиск правда деньги я взял в аренду за яндекс очки за индекс баллы по сути за 1 рубль короче взял вот и кайфанул давно так хотел посмотреть его ну то есть пересмотреть я понятное дело смотрел уже 13 воин много раз просто еще раз очень сильно хотелось вот я это сделал но конец то так ну пусть с глушаком лучше наверно чем без опять же те же зомби все дела здесь тоже я думаю лучше сделать чем нет более 13 воин топ до 13 воин кайфный я еще узнал что он по книжке и прям загорелся еще и книжкой не книжкой напитаться так еще 99 таблеточек какие таблеточки и вот таблеточки и посмотрел открытый простор не посмотрел настроение сейчас на что другое конечно я пришла в гости прямо к шрам я забыл сейчас дар кей был ребенок родившийся у серафитов подобен чистому листу ничего кроме потенциала ты же раскрыл этот потенциал так что превзошел все мои ожидания прости что меня не было на церемонии твоего посвящения я помню как мой собственный отец накладывал мне на щеки мокрые листья эвкалипта чтобы унять боль со временем боль забудется но шрамы будут вечно напоминать тебя мудрости пророчицы мы несовершенны по своей природе и потому должны выглядеть несовершенными в ее глазах пусть она ведет тебя сквозь бури всю твою жизнь пусть твоя истинная сила всегда будет с тобой это бы горжусь твой отец эзра жесть обед это то что ты сейчас сама собой пиздишь ведь у тебя не включен стримчик привет подскажи может слышал планируется ли выход на пока последний из нас два или это всего лишь слух нет не планируется пока мест нет может быть когда-нибудь что-нибудь но сейчас нет вот видите смотрите вот урон можно здесь вкачать где и так урон норм и здесь подозреваю тоже с уроном норм все так а сюда еще что вкачать то можно устойчивость перезарядка урон ну давай урон то вкачаем на том пистолете тоже урон вкачать и из-за для толстых зомби нормально нормально все а сколько здесь будет стоить он 20 так 80 единиц нормас ну да и видите он вместо снайперка здесь сюда тоже можно четырехкратный урон после цел точнее дарт спасибо за бицепт посему выход на пк анчарта 4 планируется если верить достоверным слухам как бы это не изучала очень сомневаюсь если не full uncharted коллег коллекция очень сомневаюсь я думаю сначала будет какой-нибудь там ремастер еще один ps5 типа из 5 версий так очень сильно сомневаюсь что в ближайшее время это можно ждать а там хозе первые три еще даже в окей а 4 я оставлю но это мое мнение опять же я хозе я ставлю на то что будут выходить игры которые плохо продаются на плойке вот все кстати антик 4 не то чтобы хорошо продался на удивление ну то есть на по сравнению даст тайтлами там которые разорвали рынок 6 миллионов на старте что-то продаж спасибо спасибо может я думаю вам нужно взорваться нахер что еще на нас на а 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 Субтитры сделал DimaTorzok полет два выстрела не попал точно а еще здоровяки пошли у которых типа не шот которых мы не шатаем с помощью этого крутого пистолета а еще и не ожидал что их так дохера я думал здесь человек 4 ну типа вот здесь двое там внизу и все а их чё-то дохера отлично подорожник конечно но он и клевер на удачу нам но и клевер но он и клевер на удачу нам точно пригодятся тут спасибо большое спасибо за пиццы . это птина чего а как уходе а как он не увидел трех мать его очковый жесть понял сигнал да он эти спасибо большое так оно внизу там да так оно внизу там да тут у кричит драмиры запускает кайп тренд спасибо огромное спасибо большущие большущие спасибо двигай осторожней блин мне нужно стрелу вытащить сейчас секундочку блин спасибо ребят подождите пожалуйста я всех поблагодарю спасибо ася дарит сапки спасибо большое ася спасибо и 100 битцов еще от ася запускаем обратный отчет говорит спасибо очки спасибо очень приятно не ждать так я думаю можно еще туда перейти все эти дарит сапку спасибо и даромир дарит за бочку пусть успокоится пусть она жестко 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 дар тебе тоже спасибо большое за подарочек спасибо так ну что пойдем собирать все что теперь можем собрать что наверху чё-то спасибо 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 пожалуйста грибер и дает еще 100 битцов спасибо так сделаем отлично это как оказалось полезным что грибер и дает еще 100 битцов дает еще 100 битцов на пожалуйста что можно сообразить для его плохую концовку не нельзя 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 что все мы все насобирали нет привет ситруй если мы все насобирали я не понимаю куда нам идти если честно firecat но че такой серьезный я не понимаю что куда идти в натуре сейчас мне подсказку до 100 игра мне кажется куда-то сюда по логике и куда-то к выходу да да вот все идея прав но учишь а чё тут еще есть люди о да еще это было если в голову прям выстрелил последний выстрел для головы на 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 свистелся окей я думал она типа туда и должна прыгнуть в воду даромир дарит подписочку спасибо большое ок раз 2 черт 23 а кто еще попадал так давай на один патрон больше сохраню на отлично чем в прошлый раз так на самом деле можно вернуться знаете почему потому что там наверху а хер и вернусь там просто верху езди полечиться да сейчас давай черепушки обоим на ресницами насквозь всех убила быстро у это смертельно и это серьезно оуэн привет о все в порядке да ну так что пришел приказ типа того типа того знаешь что может давай мы хоть на минуту отвлечемся от что он когда ты последний раз здесь было посмотри какой он затусит здесь обалдеть или здесь мыл ее выгуливает как у вас дела то семейная жизнь в норме в целом да она знаешь бывает очень нежный не то что я правда ну под твоей напускной крутизной тоже нежная натура у тебя дырявая память избирательная память как то все очень сложно не трогай и это на в в в в в в в в ты закрашиваешь рисунок макса реально добавляю детали а когда-то ты умел только цикаду в стенах рисовать в том месяце к нам пришла еще одна цикада бывшая цикада она тоже слышала что объявлен общий сбор санта-барбаре подтверждение какое-нибудь нашлось нет последняя пропускаемая ачивка как на курорте где ты его взял и хоть я в себе уверен мы это все-таки сделаем устроили соревнования новым 9 mail 10 интересно долго вникать я поняла что ты делаешь и это работает излагай ладно видишь мишени порази сколько сможешь за отведенное время больше 10 ачивка получу пишешь меня если наберу больше хорошо 1 2 3 1 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ну короче этого хватит 18 в конце birch мы пишу потом ты боишься мы узнает что я заходила запишите меня я хочу еще кое-что тебе показать и уйдет он с отрывать потому что он очкист я говорю такой себе пример для мужчин если считаю что это неправильно оуэн не делай этого скажи беда свидули и а если считаешь это правильно не надо очковать потому что нет причин очковать это все правил сливая дурочек здесь я красота сейчас будет еще лучше ну садись взгляни в окно как ждиц на держи но хороший вид ой иди ты мещанка а надо врать да само собой и и очень нравится рождество и у нас годовщина но и по-моему очень мило по-моему иди ты к черту нет правда меня вот не любят они дарят такое не заслужило что подарков или чтобы любили что-то такая веселая разве не ходи на тренировку и бегут выйдет луна я нашла брата джоэла он в поселении в вайоминге кто тебе сказал к стене пришли цикады они с ним служили он же давно ушел от них да ну они с тех пор его встречали это след я должна рискнуть да но даже если ты его найдешь если он вообще жив он может ничего не знать о джоэле так другие знают все согласны и мэл тоже пойдем на той неделе язык не согласится отпустить разом столько людей а язык согласен да брось он двумя руками за справедливость и он знает про джоэла ты же меня поддержишь да конечно вот и а а не вот а и Продолжение следует... 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 А нахер я отбивался, если все равно После того, как отобежишься Тебя убивают, жесть Я умер, наверное, из-за того, что я вот этого Постоянно сканю Льва берите, льва берите, меня не берите Меня не берите, льва берите Затвали ты, сука! Все это последнее Вы как, целы? Надо уходить, пока не прибежали другие Ой, а кирпич это Искал кирпич Блин, короче, не сканю я ни хера, ни нахер Не буду ничего сканить Все, в дырочку они залазить не умеют, да? Есть необходимый путь Если был, мы бы сюда не пошли Ох Давай не Открывашли Не буду еще сканить сканить Ту же минуту Ничего не могу поделать с собой Ничего не могу с собой поделать С таким сомнением подошли к этому вопросу, да? Вопросу защиты Ой, ой, бляд Я Аааа Аааа Ааа 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 Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа сладкий вы в порядке так у меня теперь мои вещи при мне наживись так я подлечусь понятное дело что нам туда но там что еще справа есть он давай заходить иди ой громко увидите припасы берите за деревьями леса на это был каламбур первый раз вижу чтобы шрамы давай перезарядки вкачаю скорость не урон не урон то я скоро скорость перезарядки это мне кажется я буду ввязать это эту винтовку просто патроны на на саму дробь пойдет на приклад хорошо хорошо опа Своими силами Самостоятельное изготовление оружейных боеприпасов Так Стрелковое оружие, новая ветка И что там Изготовить зажигательные патроны Патроны для охотничьего пистолета Можно изготавливать Два стандартных патрона Норм Ускоренное перемещение при прицеливании Больше патронов для охотничьего пистолета Изготавливать больше И больше зажигательных патронов Кэф Очень-очень кэф Но я жду, когда у меня будет На здоровье Потому что все остальное, да? Не только во второй части Лучше другого игрока Кирпич или бутылку Ну и в первый Разминку заказывали? Арти, дарво Ой, не ты ли заказывал? Эдди, надеюсь, с тобой все в порядке Мирный договор нарушен Нам приказано вернуться домой За новыми приказами Я выслал за тобой Я выслал за тобой две поисковые группы Но они вернулись ни с чем Прошу тебя, прочитай эту записку И найди нас Чертовы шрамы, Мэт Прошу тебя, прочитай эту записку Пишет он в записке И эти такой Ну окей, давай еще раз И заново читает Четко А что мы можем О, 50 Все, отлично Делаем Здоровьица добавили Хорошо Всю ветку вкачали Левую Прямо красиво Ура, подписчика Спасибо Мэри, спасибо большое тебе за подписку Спасибо Изготовление заточек Я на мультивом Больше заточек Да, изготовление по 3 Вместимость 6 Тоже кайф, по сути Инерция Обиваю врагом мощным Это тоже хорошо Вот, вот аж до сюда Да вообще вся, на самом деле Вся ветка Я бы ее тоже кайфанул Если бы улучшил 40, 90, 110 160 210 210 Таблов нужно, чтобы вкачаться Блин Ну и зажигательные Вот эти патроны На самом деле Больше патроны Для охотничьего пистолета Тоже хочется Серьезно? Я не могу больше С собой таскать Обалдеть Патроны для дроби Ну вот это Глупость, нет? Ну, дикая глупость Нет, спасибо Я как-нибудь без патронов Я второй раз уже на этом Тыкаю, что я патроны Не могу для чего-то Взять с собой Спасибо большое Спасибо Так, мы можем аптечку изготовить, можем глушать Пока ничего не буду Спасибо большое Драмер еще Стокинает Не, ну в целом Говорит, дорогой Не запустила А почему? А потому что Это рандом То есть он может запустить А может нет А еще может быть Время не прошло Так-то Так-то это рандомная херня Думаете, что я радуюсь все время Что рандом срабатывает А еще, да Между первым и вторым Должен быть Должен быть там перерывчик Как не помню какой Зато, ребята На твиче сейчас акции есть Если продлеваете подписки свои На три или на шесть месяцев Получаете скидки 10-15% Соответственно На все тиры работают Ну это обычно Пошли Ни хераси Так, ну это явно Зомби И как же До хрена Лута А, это может быть Кстати Это может реально быть Просто Кирпичи там И всякое такое Берегись! Давай И что теперь? Иди сюда Не туда Ладно Ладно Я это сделаю Помочь бегут? Не Не Мне кажется Ты обманываешь меня Ведь я Подпускал их Уже к себе Сейчас нет смысла Что-то улучшать Что-то улучшим Я здесь Я здесь Я иду Я здесь Я здесь Я вам помогу, а вы откройте ворота, ладно? Откроем Давай Теперь ты аккуратнее Как она будет подтягиваться? Нормально Еще Быстрее Быстрее Прям extensions К Прям Пьем Пьем Пань Прям Ребят, как вы там? Эй, куда вы делись? Надо же было довериться шрамам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Здесь явно я ничего залутать не смогу Вдох, выдох Дыши ритмично Вдох И выдох Попробую открыть Убедись, что там нет заражённых Не открывается Попробуй другие Заходим, пока нас никто не видел Ой Майби отключилась на секундочку Всё нормально Запри Давай помоги мне Эй, нужно кость вправить Ясно? Ты сможешь это сделать? Поряжь на ленты Ложись Сейчас начну, хорошо? Так Готова? Как тебя зовут? Эбби Спасибо за помощь Здесь очень много народу Даже если ей плохо Вам надо будет уйти до утра Посмотрим Да Это, кстати, неважно Раздроблено там что-то или нет Есть там осколки или нет Ребят, в такой ситуации В любом случае Придётся вправлять кость Если вы хотите, чтобы Больше шансов было на жизнь А не на то, что там Что-то ещё Нужно выровнять как можно быстрее Кость Сделать её, ну так скажем Ровной, да? Вогнать эти осколочные куски Туда, куда можно вогнать И потом наложить шину Иначе будет ещё хуже Чем было бы, если бы Так не сделать Если бы Если бы оставили просто Сказал ерунду под конец Поставил предложение неправильно Но я думаю, вы меня поняли Короче, это Необходимая процедура Так, хорошо Плохо только то, что патронов А, нормально Живём А, посмотрите на здоровье моё Нормально? Подожди, а Где у нас там 40-50 Вот это вот нам нужно сделать Улучшенные аптечки В любом случае лучше вправить, чтобы увеличить шансы на выживание Да, мне не важно, есть там осколки или нет Если видите, что визуально кость неровно стоит Её нужно Поставить Ампутировать и условно прижечь не лучше? Нет, потому что Ампутации Это на первый взгляд Очень лёгкая операция На деле Нужно Следить и за венами И Не просто прижигать Всё в наглую Короче, это достаточно сложный процесс Если честно Плюс ко всему Если Вы вправите кости И наложите шину Есть шанс, что не придётся Ампутировать её Но Вероятность всё равно высока Очень Большая вероятность Что придётся ампутировать Так что, конечно же Безусловно При такой подобной травме Нужно сразу же обращаться к врачу Но вот в таких условиях Это максимум, что вы можете сделать До До того, как пойдёт отмирание Если оно пойдёт Руки всё равно уже не будет Нет Есть шанс спасти руку Даже в таких условиях Опять же Если вы выровняете кости Наложите шину Есть шанс Что кости срастутся Если И там два нюанса есть Об этом Лучше у врачей спросить Подмывает Спойлернуть Но я не буду Ну Правильно Не надо А то Муд получишь Смысл Я знаю Что там будет И это Как раз будет Логично Но людям Не надо Спойлерить Потому что Некоторые Смотрят Не зная сюжет Я хочу Сделать перерыв Потому что Мы стримим Два с половиной часа А я хочу Пойти на перерыв Сходить Вот Так что Тем, кто на бусте Смотрит запись Тем пока Дальше Круче